Дорогие братья и сестры, всех поздравляю с великим праздником Успения Пресвятой Богородицы. Праздник по своему значению для нас воспоследует Светлому Христову Воскресению, потому что в Успении Богородицы мы усматриваем и собственное Успение и Воскресение. И когда мы взираем на иконостас православного храма, где в ряд последовательности и хронологической, и смысловой расположены главные события евангельской истории, то как увенчание этого ряда, этого хода событий, мы видим как раз икону Успения Пресвятой Богородицы. Начинающийся ряд обычно Рождеством Божией Матери, как мы здесь видим и на наших хоругвях, Богородичных. Далее движется Благовещение Пресвятой Богородицы, икона, которая часто как раз изображается на царских вратах православного иконостаса, как бы распахивающих нам путь, как то событие, где Дева Мария приемлет для себя Слово Божие, возвещенное через Архангела Гавриила. И, конечно, уже двигаясь вот в этой истории спасения человеческого, совершаемого Богом, и теми, кого Бог к этому призывает, как соработников у Бога, мы придем к событию Успения Пресвятой Богородицы. Мы знаем о том, что всем человекам надлежит однажды умереть, а потом суд. И то, что происходит в жизни Богородицы, а именно, как мы называем языком обычным, смерть, но на языке библейском и церковном, христианском языке, успение, то есть усыпание для восстания сна, для пробуждения, для возвращения к полноценному бытию. Мы в этом видим, почему именуется праздник Богородичной Пасхой, «Осуществление слов Христа, верующий в меня не увидит смерти вовек, а если умрет, то вновь оживет, воскрешу его последний день». Но вот были особые люди, их мы знаем поименно, которые в истории особым образом путь жизни был обозначен Богом. И недавно, празднуя преображение Господня, и говоря о явившихся Христу на фаворе о пророках Моисея и Ильи, мы вспоминали, что пророк Илья был вознесен в небо на огненной колеснице, и по церковному преданию ожидается его приход, как предшествующий второму предшествию Господню. Мы знаем о том, что Иоанн Богослов, путь жизни его тоже особый, он кому Господь как раз поручил на попечение, или даже говорить можно, он, по сути, усыновляет Иоанна Богослова, Богородицы, своей Божественной Матери. Мы помним это, Христос, распятый на кресте, благословляет такое попечение, которое совершает Иоанн Богослов в жизни Богородицы. И они пребывали в Иерусалиме первые годы по вознесении Господнем, а затем уже, когда были воздвигнуты гонения на христиан, на Иерусалимскую общину, то они переселяются в оград Эфес, который находится в Малой Азии, в западной части современной Турции. Город, который, будучи великим и славным, со временем был полностью разрушен в силу стихийных бедствий, землетрясения. И, кто имеет возможность, посещает этот город, как и мы однажды с паломнической группой там были, в том числе потому, что это было место пребывания Божьей Матери, восстановлен дом Богородицы там, в Эфесе. Мы тоже его посещали, молились. И там был проведен Третий Вселенский Собор в Эфесе в серии первой половины V века, который утвердил, во-первых, почитание Богородицы, во-вторых, именование именно так, вопреки Ересиарху Константинопольскому патриарху Несторию, и Ереса им начато Несторианство, который, по сути, заменяя именование Богородицы, Теотокус, на Христородицу, тем самым отрицал Божество Христа. Он утверждал, что Христос не Бог. И потому это именование Богородицы было им подменено. И Церковь, которая исповедует самое главное в нашей вере, что с нами Бог. Бог явился во плоти, и Слово стало плотью, и обитало с нами полной благодати и истины, и мы видели славу Его, как единородного от Отца. Это слова евангельские, а на Богослово. И апостол Павел вторит ему. Поэтому Эфес посещаем и идем, хоть и на руины, но величественного прежде храма, собора, где как раз был проведен Третий Вселенский Собор. Но говоря, конечно, о празднике, успении, хочется для нас здесь связать воедино, насколько возможно, вот это видение перспективы жизни человеческой, как приходящей в силу угасания, в силу поврежденности еще человеческого естества, по причине отдаления от Бога, как источника жизни, совершенного первыми людьми Адама и Ева. Мы говорим о смерти, как грядущей перспективе бытия человеческого. Но там, где многие ставят большую жирную точку, мы в нашей вере благовестнической, мы ставим как бы запятую, и то продолжение, которое следует, мы узреваем в воскресении Христова. Христос говорил о Своем, о Своей смерти и пребывании три дня и три ночи в очреве земли, а потом восстану, воскресну, и это совершается. И, как говорит Господь, что мы вспоминали, когда посещая дом Марфы и Марии, когда умер брат их Лазарь, и видя плачущих сестер Лазаря, Господь им говорит, что будет воскрешен Лазарь. И исповедуют эти сестры Марфа и Мария, знаем, что будет день последний. И Господь, отвечая, не отрицая того, что да, будет последний день, воскресение из мертвых, но Он, этот фокус, это понимание, фокус мысли, сконцентрированности мысли, и взгляда в глубину вещей, в сути, Христос говорит, здесь не в хронологии дело. И Лазарь будет им воскрешен через считанные минуты. Не в этом дело. Верующий в Меня, говорит Христос, не увидит смерти вовек, потому что пребывающий в единстве с Богом и обретает бессмертие, потому что Бог, один имеющий бессмертие, имеющий вечное бытие, и в этом событии Успения Богородица мы видим единство жизни Божией Матери со своим Божественным Сыном, то есть с Бога Человеком, Господом нашим Иисусом Христом. И когда мы слышим евангельское чтение, на праздник Успения нету описания этого священописания в церковном предании, об этом говорят уже учители о церкви и в Первом веке, от Рождества Христова, в том числе и Дионисий, Арифагит, а далее Мелитон Сардийский, и многие другие эпифании кипрские. И мы знаем, что Богородица посвящала Кипр, и Лазаря Четверодневного, в том числе, который был епископом там. И упоминая об Успении и описывая его, говорится о том, что жизнь Богородицы, как она и была, от самого начала, по как раз благоусмотрению Божию и попечению благочестивых родителей. Мы помним праздник ведения во храм Пресвятой Богородицы. Как с измальства человеку насущно важно быть причастным Богу, вере, церкви. И так постепенно человек возрастает до полноты возраста Христова, как об этом пишет апостол Павел. И когда мы слышим в день Успения Богородичное чтение Евангелия от Луки, казалось бы, оно о другом эпизоде. Но там звучит важная мысль, потому что Богородица уподобляется той Марии из двух сестер, которая, как говорит Христос, избрала благую часть, которая не отнимется от нее. И когда Архангел Гавриил возвещает Деве Марии благую весть о ее призвании быть Матерью Божией, отвечает Дева Мария, «Се, раба Господня, да будет мне по глаголу Твоему». Вот эта черта характерная, отличительная, существенная для человека верующего. И когда мы слышим далее в евангельском чтении, как из толпы народа, окружавшего, говорившего Христа, возглас «блаженно чрево носившая тя и сосать опитавшая», Господь отвечает особым образом тем же уба блаженным, слышащие Слово Божие и хранящие Его. И в этом ответе Христа нет никаким образом умоления, почитания Его Божественной Матери. Христос, Бог, давший сам заповедь, «Чти отца и мать», точно не мог эту заповедь нивелировать, обесценивать или отрицать. Но Господь, всегда вспомним Его ответы на вопросы, либо идущие от сердца, либо лукавые вопросы, Господь отвечает всегда на более высоком уровне. И Он возводит мысль говорившего, которая видит лишь как бы некое по плоти и крови значение Девы Марии Богородицы, Матери Христовой. Христос выводит на высоту, говоря о ней, о своей Матери, что она, более того, чем только Мать Божия, она восходит до высоты веры. Она слышит Слово Божие и хранит Его. И это буквально мы видим в нескольких эпизодах, описанных в Евангелии, как Богородица, как прямо сказано, слагала слова Сына Своего в сердце Своем. И когда мы помним первое чудо, совершенное Христом, а именно в Кане Галилейской, на браке, что говорит Богородица Водоноса, слугам, которые были на этом пире? Все, что Он повелит вам сделать, делайте. Вот это подход человека верующего. Отец всех верующих, Авраам, вспомнил, Бог ему повелевает, указует идти в неведомую страну. Авраам послушал Бога, как сказано, поверил Богу, и это изменилось ему в праведность, и он становится отцом всех верующих. И в ветхозаветном именовании, к слову сказать, рай обозначался именованием как Лона Авраамова. Сам Господь использует этот образ в притче о богаче Лазаре, когда говорит умер богач, похоронили его, а когда умер Лазарь, то был отнесен ангелами на Лона Авраамова, то есть вместе с отцом всех верующих. И вот мы видим на этом ложе, на иконе праздника, на плащанице, Богородицу, лежащую на гробе, где собраны апостолы, где множество ангельских сил вместе, предстоящих и воспевающих, и Богу, славу, и Богородице. И, что важно подчеркнуть, эта икона была бы просто обычным, может быть, оплакиванием умершего человека, если бы мы там не увидели Христа, стоящего в центре, как и вера наша, теоцентрична, и приемлющего душу Божией Матери. В ее этом представлении, как в кандаке праздника, приставилась и си к животу, то есть к жизни, мать и сущей живота, подлинная мать, подлинного жития, жизни, то есть Бога. И, что важно сказать, мы вспоминаем слова апостола Павла, говорившего, если со Христом умираем, то с ним и воскреснем, с ним и жить будем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok